Ну что ж, здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире, как обычно, в городе 512. Мы рады приветствовать вас на нашей программе. Во-первых, не зрители, а подписчики. Как бы эти люди дают нам хлеб, поэтому здрасте, уважаемые подписчики. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Привет, друзья, очень рада вас видеть сегодня, как обычно, по субботам в городе 512. Да. Ну что, может, к новостям сразу? Ну да, у нас хорошая новость. Чего тянуть-то? Хорошая новость, во-первых, что мы собрались. У тебя новый телефон, да? Ты поэтому взяла не новости, а телефон, собственно говоря. Да, не твой телефон, а свой телефон. Итак, новость, чудесная новость. Украинского туриста в Египте задержали с полным чемоданом вещи из отеля. От лампочек до крана от биде. Вы можете себе это представить? Да. У меня сейчас папа на границе. На самом деле, мне кажется, что это все, скорее всего, украинского производства. Человек просто возвращал то, что, так сказать, монголо-татары турки вот у нас отобрали. Он поехал и хотел вернуть это на родину. Мне кажется, это такой какой-то защитник. Единственное, что я могу сказать, это красава. То есть, вот такая мы передать. Мы очень поощряем людей, которые воруют в турецких отелях. А что, вы ничего никогда не воровали бы так, типа, ха-ха-ха на человека? Да и нет. Абсолютно нет. Так ты в Киеве жила, работала. Как ты там выживала, если ты не воровала? Ну, как бы. Я была содержанкой. Содержанкой. Мне кажется, больше нечего добавить в эту новость. То есть, слово содержанка, оно логически ставит точку. Подытожим новость. Ну, в принципе, скажем, что Яна была содержанкой. Как ты вообще? Еждивенцем, еждивенцем. Нет, нет. У нас есть еждивенец, есть содержанка, есть... Есть классные вещи. Вообще-то, я себе могу заработать на полотенце вот легко. На дно. За полгода. Но можешь. А на туалетную бумагу? Пять лет. Нет, не могу. Пять лет, хорошо. Есть у нас еще новости какие-то? О, у нас куча новостей. Смотрите, в сети появилась игра, на которой бойцы ОМОН катают Медвезева на лыжах. Смотрите, как это выглядит на самом деле. Довольно мило. Вам мы не покажем. Покажем. Вы сможете это увидеть на моем канале. Телеканал Николаев, это не твой канал. Здесь есть человек, он как бы главный. Вы просто еще не все знаете. Онлайн-игра называется Утина история. Игра главным героем, который является Медведем. В игре Медведев катают на лыжах, в этом ему помогают бойцы ОМОН, которые несут. На пути премьер-министра попадаются утки, и если он вовремя не сменил полосу движения, он падает на асфальте. Смотри, в чем там суть игры? На самом деле, там 4 года ты играешь за Медведева, а потом за Путина, потом опять за Медведева. А там обновление как-то идет автоматически. Слушайте, вот сейчас вот эту новость. Потом нарежут и скажут за Медведева, за Путина. Да, да, я всегда не знаю, что можно... За кого ты голосовал? За Медведева. А потом за Путина. А, блин, еще что-то, короче. За Путина. За Путина 30 раз. Я еще и даю материала куча. Это вызов. Следующая новость. Австралиец из картофелиной и консервной банки смастерил фотоаппарат. Так. Ну, классно. Классно. Давай дальше идем. Он даже опубликовал в соцсети фотографии, которые он снял на этот фотоаппарат. К этим материалам, кроме картошки и консервной банки, он добавил магнит, кинопленку, клейкую ленту... И цифровик Кенон. Да. Но есть еще новости. Есть еще новости. Грузины запустили флешмоб по предоставлению безвизы Украины. Грузины снова поддержали украинцы, на этот раз флешмобом по безвизу. Напомню, что... Очень аккуратно, шутим, давайте. Напомню, что 28 марта Грузия получила безвизовый режим с ЕС и как бы вот такой лаверды. В Украине они запустили флешмоб. Участники такого флешмоба публикуют свои фото с хэштегом Visa Free for Ukraine. Ну как они держат нас, если я не чувствую себя европейцем, достаточно, пока Украина не получит безвиз. Ну, смотри. Нас поддерживают. Очень круто, что обычный среднестатистический грузин для того, чтобы Украина получила... Значит, есть Украина. Нет, что он для того, чтобы Украина получила Евросоюз, сделал больше, чем наше правительство за полтора, два, три года. Представляете, как грузины не хотят, чтобы мы ехали в Грузию. Едьте в Евросоюз. Там, да, да, пожалуйста. Мы вас ждем там. Под Николаевом на Ингуле утонул. Так, ну явно не человек, раз ты так говоришь. Кто, пристав? Кто? Пристав не человек? Корабль утонул. Коллектор. Корабль. Нет, iPhone 7 утонул красного цвета, Limit Edition. Утонул мост. Что ты себе представишь? Да, вполне. Посмотри. Да, вот я могу себе представить. А где утонул? Под Николаевом на Ингуле сообщает издание новости. А, это же пешеходный мост. Поэтому, друзья, как никогда остро стоит вопрос о... Утонувших мостах. О толстении Николаевца. Серьезно, это пешеходный мост, который утонул прям полностью? Нет, там понтон один утонул. Один из двух понтонов, который поддерживал мост, полностью погрузился в воду. Круто. Ну, и самое ужасное, что люди не могли просто перейти на другую сторону. Вот так бы во всем было, чтобы люди не могли перейти на другую сторону. Вот, чтобы было меньше предателей. Было меньше предателей. И Михаила Ларина, а также является частью автомобильной дороги, соединяющей Кировоградскую и Баштанскую. Я предлагаю закрыть Макдональдс. Мне кажется, в этом главная проблема, почему мосты Николаевские, особенно пешеходные, не выдерживают. Наверное, тоже открытие... То есть, виновата не власть, а жирные люди. Но это же одни и те же люди. На самом деле, что самое смешное, мне кажется, что вот сейчас кто-то включил случайно телеканал Николаев и смотрит какие-то лица людей, которые он когда-то видел, наверное. Но они абсолютно не объяснили, что они делают, почему вдруг они обсуждают, сколько настей. Давайте, может, скажем, что мы как бы... Говорить. Друзья, мы вернулись. И хорошая новость в том, что мы вернулись ненадолго. Мы решили снять такой ностальгический, правильно, выпуск передачи в городе 512 для того, чтобы сделать, наконец-то сделать все то, что мы не успели сделать в прошлых выпусках. Мы снимали больше года передачу, и у каждого из нас есть какие-то нереализованные моменты, которые мы хотели бы реализовать. Собственно говоря, для этого мы и собрались. Идея вообще принадлежит замечательному ведущему, замечательному человеку, который всегда мне помогает. Это Михаил Рябакой. Он просто написал... Давай, и мы все согласились. Да, это правда. И вот дали. Короче, а знаете, для чего я вот хотел, Арсена? Я, в общем, решил снимать блог. Ну, то есть, прям вот рассказывать про свою интереснейшую жизнь в Николаеве. Нет, просто на телефон снимать дома уже не катит. Нужно студия. Ну, да. Он начинает вам песно. Смотрите, у меня... И заканчивается. Вот, смотрите, покажите, пожалуйста. Видите, у меня водонепроницаемая камера есть. Вот, видите, она... Она в пустой кружке. Она вот аромоксомыть, знаете, какой здесь жуткий просто. Ну что, я думаю, что можно переходить к нашему первому гостю, правильно? Да. Тема сегодняшней нашей программы – это то, что мы не успели. Будем пытаться сегодня сделать то, что мы не успели. Я не успел залечить конъюнктивиты, как видите. Ну что ж, друзья, оставайтесь с нами, а мы переходим к нашему первому гостю. Что же, друзья, мы продолжаем. Наш первый гость уже в студии. Да, на самом деле у нас есть первый гость. Почему мы пригласили именно этого человека? Дело в том, что Яна в прошлом году не успела посетить одно очень крутое мероприятие. Я вообще никакой мероприятия не успела. Никакой не успела, потому что работы много было. Да, и организатор этого мероприятия как раз-таки у нас в студии. Почему? Потому что вновь в этом году это же мероприятие в этом же формате будет происходить. И, в общем, у нас в гостях руководитель эвент-агентства Be Happy Лариса Яровая. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас приветствую всех, спасибо. Мне приятно показаться здесь с вами. Показать все свои платья и наряды за тот сезон, который мы в этом месте. Поэтому вы разговаривайте, я пошла. Давай. Вот и посмотрим. Видите, какая классная мы передача. Человек захотел уйти и ушел. То есть это свобода. Мы самая демократичная передача. Да, недалеко. Такая у нас ограниченная демократия, но все же. Итак, Лариса, речь идет, естественно, о мероприятии Spring Tea Party. Правильно? Так не. Расскажите, вот уже в прошлом году было такое мероприятие. Как пришла идея? Чем-то вдохновлялись? Или это была такая, что-то изнутри просто появилась идея, и вы решили это сделать? Как это было? Как появилась идея? Ну, однозначно, это мероприятие для девушек, женщин, для женской половины. Ну, так уж случилось, что роль мужчины, да, зарабатывать, быть мужчиной, а женщина, ну, у нее больше свободного времени. Ну, так, во всяком случае, должно быть. Традиционно. Я надеюсь, сейчас моя жена это не смотрит, потому что моя жизнь резко изменится. Сейчас, да, сейчас многие девушки поспорили бы, в принципе, с этим, но, тем не менее, есть такой стандарт. Не хочу, да. Хочется светить красотой, так сказать, освещать мир. Я хочу, чтобы они давали вам шанс. А, вот так. Вот ваши жены, ваши девушки, чтобы они светились изнутри, снаружи, чтобы весна была не просто временем года, да, а временем расцвета. Расскажите, пожалуйста, кто будет спикерами на этом мероприятии, кто будет, собственно... Эту идею я вынашивала год. На самом деле... То есть сразу, как закончился прошлый год? Да, да. Так, стоп, у нас есть... Так, что-то изменилось. Вы ее пустите в таком виде, вот, помещение? Немножко я посижу, я просто скажу еще. Вы выглядите великолепно, и мы, конечно же, пустим вас на наше мероприятие, ждем вас с нетерпением, но желательный дресс-код – это флорал. Так заявлено. Что означает флорал? Ну, любой элемент, связанный с цветочком, с цветком, живым, неживым. А если Яну называют бутон в бытовой жизни? Называешь! Если первое имя – Роза. Все. Подходит, да? То есть приходишь с паспортом, тебя пустят. Табличка, бутон, бутон. Скажите, а как вы считаете, как вы прогнозируете, насколько будет востребованное для жительницы Николаева это мероприятие? На самом деле, я вчера выложила одного спикера. Одного? Знаю его. Не самого... Не покажу даже пальцем, да, кто... А я удалился, кстати, вчера из Фейсбука. Не знаю, связаны эти события или нет, но... Зависть это или нет, но... Но это вызвало такой ажиотаж. Я же не рассказала об идее нынешнего мероприятия. То есть это не просто стринг-ти-пати, не просто девочкам выглянуть в платье, хотя и это тоже, да. Идея, чтобы спикеры были мужчиной. И такой слоган «О чем говорят мужчины?». И это не просто там демонстрация фильма на экране, да, всем известного. Это... Было бы странно, такой поход в кинотеатр только. Моя идея была в том, чтобы... И я, разговаривая со спикерами, всем говорю, я очень хочу, чтобы вы поговорили, вы, мужчины, рассказали нам, женщинам, о главном. Ну, главное у каждого свое, наверное. И вы каждый есть специалист в какой-то своей области. Ну, в общем, идея была в том, чтобы это было не просто поверхностное какое-то мероприятие, где попьют коктейли и пообщаются, хотя и это тоже мега важно в условиях сегодняшних реалий. Но еще, чтобы это мероприятие было полезным. Я держу интригу, но двух еще спикеров я анонсирую. Это известный николаевский фотограф Николай Яковлев. Фотограф для девочек-красоток. Я думаю, что ему... Ну, и, собственно, не только для них. Но вокруг него есть такой вот ореол. И я хочу, чтобы он поговорил с девочками всеми, всеми, кто придет к нам, ну, и рассказал вот это вот отношение фотограф. Ну, да, это, наверное, интересно узнать. Ну, то есть не всегда ты своей модели непосредственно сразу, как фотограф может сказать, ну, какие-то тонкости. Да, то есть может, мне кажется, это будет... Ну, это будет странно, если фотограф говорит, ну, смотри, все плохо, проблема не фотография. Да, я профессионал. Дальше делай выводы сама. На самом деле существуют, ну, такие какие-то сложившиеся стереотипы, да. Я должна быть обязательно там мега круто накрашена каким-то специалистом. Мне нужно пойти в парикмахерскую с прической, 25 платьев с собой взять. И тогда фотосессия будет вот все. Видишь, Яна, ничего не надо из этого. А ты? То есть три достаточно. Я думаю, что мы развенчаем эти мифы, потому что в моде естественность. И одеваем красивое платье с темой цветов, все, что связано, идем на мероприятие. И еще один спикер, который вы готовы анонсировать, правда? Да, я готова анонсировать. Ну, такая достаточно одиозная фигура. Александр Данильцев. Не знаю, насколько он широко известен на общественности. Массам как бы. Да, но для меня это очень интересный человек с интересным прошлым. И вот на сегодня он коуч, на сегодня он обучает. И, собственно, его тема и будет называться «О чем говорят мужчины?». Вот прямо одноименная. Вот так. Дорогие друзья, у нас в гостях была Лариса Яровая, организатор Spring Tea Party, на которую мы вас всех с удовольствием приглашаем. И, конечно же, оставайтесь с нами. В городе 512 с нами весело. Ставьте лайки. Друзья, на протяжении всей программы в городе 512 Артем так и не успел реализовать свое увлечение. Поговорить о супергеройской тематике. И сегодня у него будет шанс это сделать. Артем Албул. Всем привет. Меня действительно зовут Артем Албул. Я безумно кайфую от супергеройской тематики. Но так получилось, что за все время, пока мы снимали в городе 512, я так и не поговорил об этом. Поэтому мне очень нравится эта тема. Но я считаю, что в рамках украинских реалий, знаете ли, не всегда можно представить себе супергероев. Ну, например, Железный Человек. Представим себе, что обычный николаевский инженер Доля Старков, да, как бы собирает в обычной николаевской квартире костюм Железного Человека. Потом ему в конце месяца приходит счет за электроэнергию. Он понимает, что ну никак не вывозит. И сдается сам. Сдает костюм на цвет мед, чтобы хоть как-то выжить. Такая вот ситуация, понимаете. Или, например, обычный украинский солдат соглашается стать неким аналогом капитана Америки, капитаном Украины. Но потом оказывается, что так как он станет большим и здоровым, новую форму он должен сам себе купить. Да, и на сыворотку суперсолдата ему тоже надо будет скинуться. Вот такие вот реалии, понимаете. Но есть такая команда супергероев, которая называется Фантастическая четверка. И вот кого, кого, а их можно встретить и в Николаеве, и в Украине. А если говорить конкретнее, то на дорогах Николаевой Украины. И, конечно же, самые-самые внимательные зрители скажут, вот чего это он в костюме. Ну, не прям в оригинальном костюме, но очень близко. Самого известного персонажа комиксов DC рассказывает про марвеловских героев. Поэтому я и для вас приготовил. Итак, Бэтмен. Бэтмен это, я напомню, человек-летучая мышь, за которым скрывается мультимиллиардер Брюс Уэйн. Итак, Николаевский мультимиллиардер, что уже звучит смешно, решает бороться с преступностью по ночам. В чем парадокс, спросите вы? Просто преступность не может бороться с преступностью. Как бы вот как-то так. Друзья, я всегда хотел бы ждать про супергероя. В рамках передачи в городе 512 мне предоставилась такая возможность. И, как говорится, я сделан. Спасибо. Друзья, следующий, второй гость у нас уже в студии. Это замечательный человек, прекрасный юморист Виталий Пак. Вообще-то, тема сегодняшней нашей программы, то, чего мы еще не делали. Так вот, мы не делали. Мы же хотели в прошлый раз, вот когда мы снимали в городе 512, мы хотели 7 раз. 7 раз. Символическое число для людей Веры, Вера, Виталия. Мы 7 раз хотели видеть гостем своей передачи Виталия Пака, но так получилось, что всего лишь 6 раз мы тебя приглашали. Поэтому, наконец, наконец, нам писали письма от руки на печатной машинке. Супер. Где Виталия? Я хочу, знаете, что сказать? Классная футболка у тебя. Спасибо, спасибо, Михаил. Здравствуйте, ребята, здравствуйте всем. Ребята, безумно приятно, потому что, в первую очередь, в 7 раз меня никто, кроме вас, больше видеть не хочет, так много. А во-вторых, вот вы, мне очень приятно наблюдать за вашей передачей. Вы вот существовали целый год, закрылись и снова вот, вот, опять оно, вы как прожектор Пэрис Хилтон. Вот книжка бородатый, как Ванька Ургант. Нет, вот Яна, Яна Сашка Цикала. Он тоже невысокого роста и ты невысокого роста. Я все понимаю, что он продюсер, у него куча денег, мне вполне устраивает. Он такой, милый молодой человек, ты тоже очень милая, молодая, тоже человек, видишь, тоже все не получится. Это тоже совпадение. Я хочу сказать, что Виталя, вот он мой друг, мой слуга, вообще очень близкий мне человек. Кто ты, мальчик? Я тоже сижу здесь. Хочу тебе открыть тайну, вот, ну, хочу, ты перед нами, ну, был честен, когда сказал, что, как бы, мы тебе нравимся, все дела. Мы должны быть перед тобой, в общем, мы вместо тебя вначале хотели пригласить Олега Деренюгу. У него не получилось прийти. Кому принадлежат не к вести? Михаил. Итак, продолжаем. Олег, у нас еще для тебя есть такой вопрос. Подождите, тогда я сейчас не так. Да, да. Смотри, так как у нас в гостях Олег Деренюга, главный редактор журнала «Новеста», то мы спросим о его носках. Мар не справляется со своими обязанностями. Ребят, послушайте. Я Деренюгу вижу так. Ребят, послушайте. Смотри, может, он нам тоже попридумывает заголовки, как мы хотели с Олегом это сделать. Да, кстати, давайте. Смотри, ты же знаешь, что многие журналисты берут какой-то незначительный инфоповод и придумывают к этому громкий заголовок. Конечно. Смотри, мы сейчас тебе предлагаем абсолютно неважные, придуманные или более или менее выдуманные какие-то инфоповоды, а ты попробуешь придумать для них громкие оброски заголовков. Хорошо, хорошо. Подожди, эту программу будет смотреть Мериков, и, может быть, ты станешь главным редактором «Никвистики». Может быть, я окажусь под прицелом последовательно. Итак, первый инфоповод. В большой коренихе куры несут только коричневые яйца. Большие куры в большой коренихе несут большие яйца. Допустим. И заголовок очень маленьким шрифтом. Очень маленьким. Малюсеньким. У нас же был свой вариант. Ну, то есть, в большой коренихе куры несут только коричневые яйца. Мы предлагали назвать эту статью «Случайность или умышленный расизм?» Куры несут только коричневые яйца. Тогда куры несут афроамериканские яйца. О, вот так, хорошо. А желтые яйца бывают? Нет, тогда если это броски должны быть заголовки. Тогда куры несут нигерские яйца. Нигерские яйца. Ой. Окей. Не видать. Вот мы сейчас, да, все показали наш уровень культуры и образования, нигерские яйца, и все сразу смеялись. А наши уважаемые... А смотри, ты нивелируешь типа расизм, понимаешь? Как бы... Миш, я тебе вообще скажу, что у меня в плане расизма карт-бланш. Я могу шутить на тему расизма. А я сам расист. Не люблю славян. Ждем, пересядь. Есть еще такой, например, инфоповод. Николаевские пенсионеры предпочитают троллейбусы. Вот, например, вот такой инфоповод. Какую статью? Хорошо, зеленые николаевские пенсионеры захватили троллейбусы и не хотят... Не хотят... Продостать. И сейчас... Не хотят... Ой. Подожди, это... Это вежливые? Да, вежливые. Вежливые зеленые пенсионеры. Вежливые зеленые пенсионеры захватили чешские троллейбусы. Поторопись. Нет, тогда захватили чехословацкие троллейбусы, а они потому что еще не знают, что чехия и словаки это отдельные страны. Это очень длинный заголовок, не все пенсионеры успеют протестировать. А он маленькими буквами, это же мой фишка. А он маленькими буквами. Не, у нас был вариант, да, как бы пенсионеры предпочитают троллейбусы. Мы хотели сделать статью, которая бы называлась Николаевские... Не, опытные николаевцы предпочитают электрокары. Есть мнение, которое проскочило в интервью одного человека о том, что в Николаеве юмор носит несколько низкий характер, что комики, которые есть в городе, предлагают юмор в большинстве своем ниже пояса. И людям это нравится. И людям это нравится. Вот как ты смотришь на эту проблему, есть ли такая проблема с твоей внутренней точки зрения, как человека, который относится к юмору, прокомментируй. Безусловно, низкий вот этот вот, не знаю, как это назвать. Ниже пояса. Культурно какой-то культурно. Уровень. Ну, судя по твоему словарному запасу, проблема есть. Да, вот безусловно, низкий уровень культуры юмористического зрителя присутствует в Николаеве. Это правда. Это проблема насущная не только в Николаеве, а в Украине в целом. Потому что у нас на данный момент, к сожалению, в Украине нет ни одного сверхкачественного юмористического продукта. А нет его, потому что аудитория готова воспринимать то, что ей дают. То есть, какой смысл делать качество, если мы делаем некачество, его и так смотрят. Что касается Николаева, со зрителем такая проблема есть, безусловно. Эта проблема не может просто так не отразиться и на комиках. То есть, понятное дело, что комик подсознательно, да, чтобы обратную реакцию от зрителя получить смех, он будет давать то, что зрителю близко. То есть, понятное дело, что... Согласись, получается замкнутый круг. Зритель ждет... комик думает, что зритель ждет похабного юмора. Зритель думает, что комик больше... Мне кажется, даже комик думает, комик хочет быть успешным, он хочет услышать смех. Нет, правда, есть среди комиков такое... У них целью есть приучать зрителя. Приучать зрителя к чему-то более интересному, к чему-то менее заезженному, к чему-то более высококультурному, нежели вот тот вот пласт юмор, который в массовой... Высокопарному, высокомерному. Да, но вот проблема в том, что вот даже если комик шутит на такие темы, то он не получает обратной реакции. И вот в этом вся проблема. Ну, это, я думаю, что это процесс, который нельзя быстро решить. Где тебя можно в следующий раз будет увидеть, кроме нашей передачи и маршрутки? Чкалово 99, я там выхожу с утра, иду по делам своим вот там... Возле мусорных баксов. А вот если без шуток, вот где тебя можно на тебя прийти, посмотрите, посмеяться? Ой, на самом деле стендап грядет в Николаеве. Очень круто, что он продолжил развиваться этот тип юмора, данное направление 6-го числа апреля. Да. Апреля, 6-го апреля будет стендап в Николаеве. Я надеюсь, что я успею все-таки написать чего-то новенького и выступить в роли комика. Да, шикарно. Мы будем рады тебя видеть, потому что мы с Мишкой тоже там скорее всего... У нас честная программа? Да, Виталий, спасибо. Я вас не очень. Спасибо, что пришел. Честно, я всегда рада. Очень круто. Все 7 раз. 7 раз я радовалась. Мы это сделали. Обнимемся. Конечно. Но обнимашки, это так прекрасно, особенно весной. Особенно, когда это от Виталия Пака. Ну что же, друзья, Виталий Пак. Спасибо всем весны, тепла. Уже она пришла, и тебе спасибо, что ты пришел. До новых встреч, Виталия. Всех всяческих благ тебе и юмора того, который ты хотел бы делать. Здоровья держись там. Спасибо, и вам, пацаны. Спасибо. Ну что ж, мы с огромным удовольствием вернулись в эфир ненадолго. Но вернулись. Но вернулись, это главное. Но каким-то кремльфальным было это возвращение. Судить только вам, между прочим. Да, на самом деле, что, какие эмоции? Короче, если под этим видео будет миллион лайков, в городе 512 будет выходить регулярно каждую субботу, вторник и неделю. Давай, Миша, смотри, давай будем реально. Миллион это, ну, нереально. Так он и не сильно хочет выходить в эфир каждую неделю. Давайте сколько? Ну, давайте. Пять. Пять лайков. Давайте десять. Тысяча просмотров для начала. Тысяча просмотров. Тысяча просмотров. Ух, я загорелся. А вдруг? А действительно, а может быть? Тысяча просмотров, и мы идем прям со скриншотом Ютуба, идем куда-то со своим мнением. И все возможно. Они нас любят, они нас смотрят. Да, вот. Ну, в общем, да, решать только вам. Может и будет когда-то эта передача продолжаться, но... Потому что мы такие замечательные. Особенно мои ведущие, это Артем Албул и Михаил Рябаконь. Артем Албул и Михаил Рябаконь. И я на май. Дважды. И я на май. И я на май. Друзья, в городе 512 мы безумно рады были вновь видеть вас сквозь камеры. Это что-то вот здесь сидит. Ёкнуло, да? Сидит. Ёкнуло немножечко, да. Вот у тебя и у меня, у Миши, как у меня. Короче, не слушайте. В общем, давайте. Всё будет хорошо, увидимся ещё. Распространяйте наши видео и, может быть... Не надо распространять наши видео. Ну что ж... Это очень страшно. Итак, Михаил Рябаконь, Яна Май, Артём Албул с любовью к своему зрителю. До новых встреч, возможно. Пока. Пока. Пока.